Девушки отдыхают Мы продолжаем рассказ об истории мирового бокса Отправляемся в год 1967 17 апреля в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке И бой за звание чемпиона мира в категории Миддл Вейд Эмиль Гриффит, один из самых ярких боксеров той поры Против Мина Бен Винутти, олимпийского чемпиона Рима Итальянского боксера Который наконец-то добрался до Северной Америки Это первый бой Бен Винутти в Америке За всю свою карьеру он лишь один раз уехал на другой континент Провел бой в Сеуле, в Корее против Кисо Кима Причем этот бой проиграл Но это была другая весовая категория В Дель Торвейте весит до 66 килограммов 670 граммов выступал Бен Винутти Возможно, что то поражение и подтолкнуло его к тому, чтобы переместиться на один вес выше Кстати, любопытно, что карьера Кисо Кима будет продолжаться еще достаточно долго Так называемый Супер Вельтервейд Тайтитл будет ему принадлежать И отберет его у корейца другой итальянский боксер Сандро Мазинги Но это уже тема какого-то, наверное, другого разговора Что касается Нина Бен Винутти, к этому моменту 72 боя на ринге Профессиональном 71 победа и одно лишь поражение Вот от того самого корейца У Эмиля Гриффита 52 победы, 7 поражений Эмиль Гриффит достаточно нестабильный боксер Плюс все-таки очень долго уже длится его карьера И поражений там хватало У Гриффита и Дэнни Мойеру он проигрывал И Бенни Кидо Паре, которого потом практически убил на ринге Луису Мануэлю Родригесу, Робину Картеру, Мануэлю Гонсалесу, Дону Фулмеру Ну и выиграв титул в очередной раз У нигерийца Дика Тайгера здесь же в Мэдисон Сквер Гардене Проведя две защиты здесь же против Джоя Арчера Эмиль Гриффит выходит против Нина Бенвенути Первый раунд достаточно равным получился На мой взгляд Ну вот два достаточно опытных бойца 28 лет Нина Бенвенути, 29 Эмилу Гриффиту Поэтому, наверное, не стоит ждать какой-то тут длительной разведки У каждого есть свой план Бенвенути намного выше Гриффита И намного длиннее руки у него Метр восемьдесят против роста метр семьдесят один И, скорее всего, вот этим преимуществом Бенвенути постарается воспользоваться В те времена еще немного снисходительно Относились к европейцам Как-то так их Ну что ли, не совсем серьезно воспринимали Нина Бенвенути уже побыл чемпионом В категории лайт-миддлвейт Это 69 килограмм 850 граммов Но та категория не была наполнена серьезными боксерами Поэтому Бенвенути решил перешагнуть и еще На один вес выше Потому что здесь уже Здесь и категория достаточно Любопытная И боксеров хороших здесь очень много А категория звездная прежде всего Потому что тут огромное количество времени Выступал Шугар Рей Робинсон Много раз становился чемпионом Были такие бойцы, как Джин Фулмер Кармен Базилио Пол Пендер Дик Тайгер Джо Джарделло И Джейк Ламотто, разумеется И Бенвенути не первый европейский соискатель титула Чемпионами были Во-первых, самым первым чемпионом был ирландец Джек Демпси Не путайте с тяжеловесом Джеком Демпси Это еще в девятнадцатом веке Тогда же Боб Фитт Симмонс Англичанин был здесь чемпионом Два француза выигрывали Марсель Сардан и Марсель Тиль И Рэнди Терпин Тоже британец И Терри Даунс Британец Эмиль Гриффин в нокдауне Немного неожиданно для себя самого Чемпион Рэнди Ну, возможно, что Гриффит тоже поддался такому всеобщему настроению Мол, что это за европеец, тем более итальянец Итальянских чемпионов в те годы было крайне мало Десять секунд осталось в раунде Здесь есть крючок на пляже Бенвенути Здесь есть бель Раунда третий идет Второй большой раунда для Бенвенути Потому что укрепляет Рефери Марк Коан Берринбаум Подсчитывают очки За пределами ринга Вы можете видеть, что Бенвенути У него быстрые руки Хороший удар справа от Эмиля Гриффита Но Гриффит, я думаю, что в втором раунде должен был все понять Что легкой жизни, мягко говоря, тут не ожидается И что выкладываться ему Придется по полной программе здесь Гриффиту нужно сокращать дистанцию Потому что издали пробить не получается Вот сейчас он сделал шаг вперед, пробил джеб Но продолжение не последовало Атака оказалась, в общем-то, незавершенной Еще одна попытка пробить в прыжке Эмиль Гриффит, уроженец Американских Виргинских островов Его в Америке не слишком воспринимают как своего Тем более, что к этому моменту уже позади скандал С Бенни Кидом Паре Я напомню, что перед вторым их боем Паре во время взвешивания Ну не то, чтобы обвинил Обвинил не то слово, да, но намекнул На то, что Эмиль Гриффит является представителем Сексуального меньшинства На его ориентацию намекнул Стал дотрагиваться до него Употребил на испанском языке Слово, которое максимально цензурно Можно перевести как педик Драка Чуть не случилось прямо там на взвешивании Но затем Гриффит выиграл бой И Паре больше никогда не пришел в сознание И умер спустя несколько дней Кстати, губернатор Нью-Йорка Тогда собирал специальную комиссию Которая исследовала этот бой И которая признала Эмиля Гриффита Виновным в том, что произошло Хотя здесь, в общем, конечно, больше Вина, наверное, должна была быть на суде Чуть на 2-м ряду История, кстати говоря, вернется в 1992 году Когда Эмиль Гриффит будет уже старичком Ему будет за 50 И его изобьют в Нью-Йорке После того, как он вышел из гей-бара Рядом с автобусной станцией Порт Ауторити Некоторое время придется ему провести в больнице Четыре месяца после этого Так, Бен Винуте на канатах Второй нокдаун в этом бою Но Нина Бен Винуте готов продолжать Пошатывает его немного Хорошая очень атака от Эмиля Гриффита И главная задача Бен Винуте Сейчас просто достоять до конца раунда Гриффит торопится Идет в атаку и не попадает Бои все остались до конца раунда Ну что ж, нокдаун на нокдаун Интересный бой Естественно, что огромная группа людей Поддерживает Нина Бен Винуте Потому что бой в Нью-Йорке Итальянская диаспора Огромная там И, возможно, даже болельщиков у Бен Винуте В этот день больше, чем у Эмиля Гриффита Ну, очень хитро Бен Винуте себя ведет Огромный опыт любительского бокса Сказывается Первой же атакой Сразу клинч Вот, смотрите Сразу захватывает он руки Эмиля Гриффита Дабы не дать атаку продолжить И его задача дождаться гонга Дальше будет минута Которая уйдет на то, чтобы привести его в чувство Ну, у Гриффита тоже очень быстрые руки Другой вопрос Что Гриффит все-таки использовал Вот это время после нокдауна Не лучшим образом Десять секунд всего лишь Остается в раунде Раунде 5 Ну и вот теперь Уже фрагменты пятого раунда Мы смотрим Бен Винуте Пришел в себя, по всей видимости Он убил Бен Винуте Бен Винуте с его клубами Это опасная процедура Убил их немного выше Бен Винуте Бен Винуте еще опасный С этой правой рукой Бен Винуте Из клинча Бен Винуте пробивает апперкот И, кстати говоря, попадает То есть не очень сильно, но Попадает Попадает В угол Эмиль Гриффит Это совсем не то, что ему нужно Дело все в том, что благодаря более длинным рукам Бен Винуте, загнав соперника в угол Может практически полностью контролировать его перемещение там Долго не выпускать И единственным способом выйти Ну, не единственным Но, скажем так Наиболее надежным способом выйти из этого угла Будет крич А не факт, что Бен Винуте на это пойдет С другой стороны Гриффит, конечно, опасно может и контратаковать Гриффит, который был в командии Похоже, позволяет Делать Бен Винуте Бен Винуте Отправить игрок от него Одну минуту В раунда 5 Гриффит Бен Винуте За удар после того, как рефери остановил бой В этом положении действительно носить удар нельзя Марк вон достаточно внимателен Вы можете видеть, что Бен Винуте rarely goes to the body Гриффит goes there a lot Это его спорт Немного такой сумбурный характер принял бой после этих двух нокдаунов Такое впечатление, что оба немножечко потрясены с точки зрения своей стратегии На бой не знают, что делать дальше Шестой раунд Шестой раунд Погрызается так из оборонительной стойки Эмили Гриффит сейчас Не более того Неожиданный такой сильный достаточно удар с правой У Нины Бен Винуте прошел снизу Не совсем апперкот, но такой косой Мимо руки Эмили Гриффита В те времена для боксеров-любителей переход на профессиональный ринг не был таким жестоким испытанием, как сейчас Потому что сейчас любительский бокс от профессионального отличается очень сильно И любительский бокс даже многие называют фехтованием на руках По большому счету, в общем-то, так оно и есть И перейдя в профессионалы, где другие перчатки, где другие удары, где совершенно другая длительность боя Да, пусть у тебя в начале будут четырехраундовые бои В начале твоей карьеры Но если ты что-то собой представляешь, то достаточно быстро бои станут восьми, а потом и десяти раундовыми Это совершенно другие требования к физподготовке Самое главное, здесь бьют гораздо жестче Но в те годы разница была не такой большой Поэтому, в общем-то, у Нины Бен Винуте переход из любителей в профессионалы получился довольно легким Конечно, еще и сказалось то, что за первые девятнадцать боев у него было только два соперника из Америки В основном он дрался с европейцами Первый, наверное, серьезный бой он провел против Томазо Труппи в шестьдесят третьем году Выиграв итальянский чемпионский титул Ну а такой вот настоящий бой, о котором стоило бы говорить Это был бой против американца Дэнни Мойера Это сорок седьмой бой в карьере Нина Бен Винуте Естественно, понимаете, что он выходил на ринг порой по два раза, по три раза в месяц даже Учитывая, сколько он набрал боев Нина Бен Винуте из Триесты, Италии Европейский чемпион и челленджер 159 Левый хук от Эмили Гриффита Но, опять же, развить комбинацию не удается Бен Винуте очень четко за этим следит Пропустив один удар, он сразу вяжет руки своего соперника И не дает ему возможности продолжить атаку Логичная и понятная тактика Все-таки Нина Бен Винуте имеет дело с Человеком, который уже Является Чемпионом мира И каким бы он маленьким не был по сравнению с самим Бен Винуте А уважение Эмиль Гриффит заслуживает совершенно точно Ну вот, пожалуйста, опять левый джеб и тут же кринч Три раза в итоге они встретятся за достаточно короткий период времени Кстати, будут очень дружить после этого Но Нина Бен Винуте вообще человек большого сердца Мы привыкли, что достаточно много боксеров с итальянскими именами Рокки Марсиано, Рокки Грациани И Рокки этих было тоже очень много разных Но это в основном американцы Нина Бен Винуте настоящий итальянец Он после завершения боксерской карьеры стал успешным бизнесменом Открыл шикарный ресторан в Триесте При том, что Бен Винуте на самом деле появился на свет в местечке Изоладыстрия Который сейчас является частью совершенно другой страны, Словении И его семья переехала в Италию после того, как делили границы после Второй мировой войны Живет и здравствует, кстати, до сих пор Нина Бен Винуте Ему 82 года И даже эпидемия коронавируса Спасовала перед великим итальянским чемпионом Так вот, в поздние годы Бен Винуте помогал Гриффиту финансово Гриффит стал крестным отцом одного из сыновей Нино И также сложились очень теплые отношения у Бен Винуте с аргентинцем Карлосом Мансоном И когда тот попал в тюрьму по обвинению в убийстве своей жены Бен Винуте был одним из тех, кто его яростнее всего поддерживал И даже приезжал к нему в тюрьму несколько раз И когда Мансон скончался, Бен Винуте нес урну с его прахом Хороший удар сейчас на выходе Справой вдогонку Эмилю Гриффиту Наносит Нину А теперь левый хук Америка не очень обратила внимание вообще на появление Нино Бен Винуте Но связано это еще и с тем, что американский боксер до него не добрался на Олимпийских играх Фил Болдуин там представлял Соединенные Штаты Америки Но проиграл в четвертьфинале британцу Джимми Ллойду Поэтому, наверное, Бен Винуте особенно и не знали В финале победил советского боксера Юрия Родоняка Италия очень здорово выступила на тех играх Три золотые медали Франческо Мусса до 57 килограммов Бен Винуте до 67 Франческо де Пикколи выиграл в тяжелом весе Три серебра И одна бронзовая медаль Америка, естественно, следила больше за своими Ну а раз В весовой категории Бен Винуте свой быстро вылетел То и Говорить особенно о нем было нечем И больше говорили, конечно, о Кассиусе Клея Который стал чемпионом категории Light Heavyweight Десятый раунд Немножечко переместились мы вперед По этому бою Но мне кажется, что Вот пока Чуть-чуть впереди Должен быть Бен Винуте Понятно, что каждый побывал в нокдауне И это судьи тоже отметили Но Из девяти раундов Ну, наверное, 5-4 Счет был бы такой По раундам Наиболее правильный У Бен Винуте рассечен нос Но Хорошо работает Катман И самое главное Гриффит туда не попадает Теперь Бен Винуте Он ставит больше мощи На правильную руку И на правильную руку Поэтому Поэтому Большим Гриффит Безусловно Сверху Безусловно Рассечения не становится Хороший удар справа И от Нины Бен Винуте Гриффит Неверно оценил дистанцию В этой ситуации Он был спиной к канатам И, по всей видимости Он не ждал удара Да, с носом у Бен Винуте Есть проблема Сейчас попал туда Гриффит Сразу кровь пошла снова Безусловно 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 Есть некоторые проблемы у Гриффита с защитой Но этим и объясняется большое количество его поражений Не будет сильным преувеличением сказать Что абсолютное большинство своих боев Эмиль Гриффит выиграл в атаке Мастером защиты он по большому счету никогда не был И даже где-то повезло Эмилю Гриффиту Что появился он как серьезная фигура в этой весовой категории Когда уже ушел Шугар Рей Робинсон Естественно уже не было никакого Джейка Ламотте Но все равно Дон Фулмер, Робин Картер Это вот если бы не тюрьма В которой оказался Робин Картер на 20 с лишним лет То вполне возможно мы бы увидели рематч между ними Еще неизвестно чем бы он закончился А так-то Робин Картер Эмиля Гриффита нокаутировал в первом раунде И Дон Фулмер, который когда-то проиграл Гриффиту В 62-м году В 65-м взял реванш у него Снова на выходе пробил своего соперника И попал Нина Бенвинутти 2 минуты last in round 11 there's been an inordinate amount of clenching both being equally guilty mark khan the referee and now a good combination of clenching more concentration he has been since round two Баффет начинает разваливаться под устав, и мы видим какие-то совершенно одиночные удары от него. Одна минута остается. В этом раунде. 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 Одиннадцатый раунд заканчивается. ПОЛНЕЙ МИЛИТВЕРТ, ПОПЕ ЖИНС. ПОПЕ ЖИЛ smbb. Ижя Раунде 12. ПОПЕ ЖИНС. ПОПЕ ЖИЛ СМЕ уч物чет Гр Eccoала Дж dysкот. Игорь Раунде 12. Ну что ж, решающие раунды, учитывая, что бой достаточно близкий, они, конечно, приобретают особое значение. Никто из боксеров не может быть на 100% уверен, что он подходит сюда, лизируя пачка. Дик Тигер и Хосе Торрес. Дик Тигер и Хосе Торрес. Его это больше устраивает. Не очень сильный левый хук пропустил, сейчас бедвинути и снова. Снова клинч. 10 секунд left in round 12. 13 раунд. Летит вперед Эмиль Гриффит. Нино Бенвенути из Триеста, Италии, челленджер, широкий два, 159. И я бы сказал, что титл на линии. Теперь уже замечание Нино Бенвенути, но пока это не предупреждение, очки с него снимать рефери не будет. По 1-1 и по нокдаунам, таким образом и по замечаниям Эмиль Гриффит свое получил в самом начале этого боя. Хорошая комбинация от Бенвенути и продолжает он ее. И вот уже усталость начинается и у Эмиля Гриффита. Два были внизу, Бенвенути в этот момент не пятиться назад в канаты, а наоборот сближаться с Бенвенути и пытаться клинчевать. Вот как сейчас. Главное не дать ему провести затяжную атаку. То, что он пропустил 1-2 удара, это не так страшно. Но там-то Бенвенути нанес не меньше пяти. Судьи это, конечно, зафиксировали. Если раунд не подарит нам ничего более интересного, то победу в нем отдадут Итальяцу. Видите уже появление цветного телевидения. И начинают уходить боксеры от традиций, когда один в белых трусах, другой в черных трусах. Сейчас уже вообще чего только не увидишь. Каких только расцветок. Но тогда еще не особенно разрешалась реклама. Удивительная история Макса Бера, который еще в довоенные годы выходил с шестиконечной звездой на бой против Макса Шмеллинга. И потом продолжал некоторое время так боксировать. Она, в общем, является уникальной для бокса. Италья курица. Ну что, здесь уже каждый удар важен Эмил Гриффитт говорит очень хорошо английский В этой ситуации, в концовке боя Хотя, конечно, правила выставления очков в профессиональном боксе Они уже не разделяют концовку и остальной бой Когда-то были оценки, выставляемые по впечатлениям В любительском боксе это, кстати, еще достаточно долго продолжалось Но, прежде всего, наверное, публике Должны боксеры показать Что-то такое, чтобы она приняла вердикт Пока однозначно можно сказать, что Эмил Гриффитт не демонстрирует чемпионского бокса здесь Возможно, для кого-то он даже побеждает В этом бою, но Подавить соперника Удивить соперника Ему не удалось точно Гриффитт не борется на борьбу А теперь он встает на борьбу 10 секунд осталось в рамках Держится в нос Бенвенуте Разбит он еще был в девятом раунде Но никаких проблем в итоге не испытал Итальянец С этим рассечением Ну что, последний пятнадцатый раунд Да, ну и вот Комментаторы Американские вспоминают, что Джейк Ламотто в свое время Проигрывая по очкам Тиберио Митри Сумел его нокаутировать В пятнадцатом раунде И Тиберио Митри, кстати, был итальянцем Ну как и Джейк Ламотто, собственно говоря Просто Джейк Ламотто был Американским итальянцем Ну такой размен с дистанцией Который абсолютно устраивает Бенвенуте Потому что Если Гриффитт подошел к нему и попал То Бенвенуте главное успеть нанести ответный удар И таким образом устроить размен Просто летит вперед И Митри Гриффитт абсолютно нет попыток Зайти справа или слева Он просто прыгает вперед На Нина Бенвенуте Это очень просто Напоминаем, что два нокдауна было По одному у каждого И по одному замечанию Но это, правда, на результате Никак не сказывается Летит вперед Теперь уже Нина Бенвенуте Видимо, заметив, что Соперник как-то замедлился Взял паузу И это как раз тот самый момент Когда его лучше всего Поджать и атаковать Одна минута Одна минута остается в этом бою Мы проведем С победителем борьбы Прямо после этого Ну, там начинается Какое-то хождение публики По Мэдисон-Сквергарден Я думаю, что очень многие Из тех, кто присутствует Делали ставки И сейчас за них волнуются И сейчас за них волнуются И это Мэдисон-Сквергарден И это Мэдисон-Сквергарден После Нина Бенвенуте Кстати, будет Еще два итальянских чемпиона В этой низовой категории Ну, один из них Итальянец будет, конечно Весьма условный Патрицио Сумбу Каламбай Родившийся в Конго Второй, зато будет Совершенно настоящий Вито Антуо Фермо 10-5 Пользу Бенвенуте От Лео Бирнбаума Маркон 10-5 Пользу Бенвенуте Эл Берл 9-6 Пользу Бенвенуте Таким образом К восторгу Большой части Мэдисон-Сквергардена Именно Нина Бенвенуте Становится Чемпионом мира Unanimous Decision Объединенное решение арбитров Нина Бенвенуте Олимпийский чемпион 1960 года Побеждает Эмиля Гриффита И становится Чемпионом мира В весовой категории До 72,5 килограммов Это достаточно большое достижение Приехать все-таки В гости к чемпиону Впервые вообще Выехать за пределы Европы и Азии То есть впервые Боксировать в Америке Для Нины Бенвенуте Действительно серьезное достижение Тут пытается полиция Навести порядок Потому что в ринге Естественно Слишком много народу Тут какая-то толкотня Ну так бывает Действительно Уфа Уфа Продолжение следует...